Шум и вибрация до пятого этажа. Жители одного из домов на проспекте республики потеряли покой и сон. Все из-за сбоя работы в элеваторе. Вот уже две недели агрегат издает резкий звук, а на все заявки в компанию теплового монополиста нет реакции. Ирина Вобещевич разбиралась в проблеме. Давайте мы вот наклонимся, вот посмотрите, и вот руку прислоняем, и какая идет вибрация. Мне не надо прислонять руку, я стою на трубе. Да, вот на трубах, да, мы стоим. И идет вибрация очень сильно. Эта вибрация, естественно, передается и на трубы, и на стены, и на нашу мебель. Ну, в конце концов, это невозможно уже, понимаете? Некорректная работа элеватора или, говоря проще и понятнее языком жителей, он просто озверел. Стало поводом привлечь к проблеме внимания сначала. Клокотало в одной стороне, а сейчас уже в обеих. Этот вопрос бы мало волновал, но люди аж на последних этажах не находят покоя ни днем, ни ночью. Нужно что-то делать с этим? Ну, это так жить невозможно. Почему я в своей квартире должна испытывать какой-то дискомфорт? Нормально не отдыхать, нормально не спать. У меня ответственная работа. Я сегодня вот пришла на работу, я работать не могу, у меня мозг спит. Ну, понимаете, это просто... Поэтому вот решили обратиться в местные СМИ всеми соседями. Слышно этот шум уже и в том подъезде, в шестом и в четвертом подъезде. То есть уже все жалуются. А этот шум, который уже две недели продолжается, мы слышим до пятого этажа. Гул усиливается во второй половине дня, достигает пика ближе к ночи. Передается по перекрытиям. Никаких вмешательств в систему в последние годы не было, по словам старшей по дому. Именно с началом отопительного сезона все пошло не так, как всегда. Мы осенью пришли, посмотрели, вроде бы как бы уменьшился звук. На сегодняшний момент трясется так, что невозможно находиться в квартирах. В вечернее время, если дается давление, вообще невозможно. Все трясется. Мы боимся, как бы эти элеваторные узлы у нас не развалились. Все попытки ответственных свести проблему на зону ответственности жителей несостоятельны, уверены местные, так как на аналогичную проблему стали жаловаться в соседней девятиэтажке. А трубы, приходящие к дому, также стали работать с грохотом и вибрацией. Все слышите, слышите? Вот посмотрите, какой стоит бомбка, каждая гидрация. Эта труба вот как подвешена. Вот это обратка. А вот это подача идет. Это идет против насоса. Вот она, пожалуйста, труба, которая идет именно с насосной и продолжает дальше. Идет распределение туда, то же самое, что и у нас. В минувшую пятницу жители вновь вызывали наладку. Звонили в Акимат, оставляли заявки. Но ничего не меняется. Более того, за всю историю существования района, говорят жители, с таким гулом никогда не работала насосная. Звук резонирует на всю округу, да так, что нужно друг друга перекрикивать. Ничего так гудит? Жители жалуются? Сильная у них вибрация? Ну, это не ко мне. Это вот куда? У нас стигма один. Стигма один, да? Да. Вы заметили какую-то вибрацию? Я не буду отвечать. Жители задумываются уже вызвать полицию санитарной службы, чтобы наконец-то что-то зашевелилось, кроме, конечно, стен и люстр в доме. В 10 часов у нас должно быть тихо. То есть что-то должно быть, это должно бы соблюдаться. Какие-то нормы шумовые. Мы уже хотели даже, если честно, СЭС приглашать, чтобы измерить вот это шумоизвержение, которое мы постоянно подвергаемся. Ну и вот мы хотели бы, чтобы всё-таки приняли меры, приняли меры как бы к улучшению нашего жилища, потому что это невозможно уже просто терпеть. И вот какой комментарий дали в компании «Теплотранзит Караганда». Сегодня, 21 декабря, по данному адресу дважды проведено обследование участка тепловой сети, в результате которой было обнаружено, что ослаблено крепление на опоре. Помимо этого произвели перезапуск насосной. Проблема устранена.